Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала! В последнее время садоводы сыпят без меры различные раскислители в землю весной и осенью. В каком-то случае это оправдано, ведь у многих действительно кислая почва на огороде. Другие же сыпят раскислители, даже не выяснив, кислая ли у них почва или щелочная. Ну да ладно, частенько знания опытных дачников не воспринимаются до тех пор, пока садовод не научится на своих ошибках. Кислотность почвы зависит от наличия вне ионов водорода и концентрации алюминия, окисляющего ее. В природе кислых почв гораздо больше, чем щелочных или нейтральных. Зачастую показатель кислотности грунта определяет развитие садовых культур, так как от него напрямую зависит способность усваивать ионы полезных для растений элементов. Кислые грунты имеют показатели pH ниже 6 до значения 4,5, а вот значения от 8 pH свидетельствуют о щелочных типах почв. Сегодня я хотела рассказать о растениях, которые предпочитают кислую почву и лучше на ней растут. Таких растений немного, но все же садовод просто обязан их знать. В первую очередь это все хвойные породы, они любят почву с кислинкой. Также все лесные ягоды, голубика, брусника, черника, а также клюква тоже нуждается в кислотной почве. Азалии, лилии, незабудки, ландыши, рододендроны, папоротники и пионы тоже лучше развиваются на относительно кислых почвах. Из овощных культур картофель может прекрасно расти на почве с уровнем от 6 до 5 pH. Сюда же можно отнести и смородину. Но учтите, что урожайность ягоды резко снижается, если показатель кислотности ниже 5. Многие садоводы спрашивают, как же повысить искусственно уровень кислотности. Для этого можно использовать торф, кислые комплексные удобрения или же внести навоз. Единственное, что он повысит уровень кислоты в грунте не сразу. Опилки и хвоя тоже слегка закисляют грунт. Но самые быстрые способы повысить кислотность почвы, это полить землю мочевиной или лимонной кислотой. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok